МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СМЕХ Кажется, я вам уже рассказывал эту историю. Однажды я собирал в лесу ягоды. И вы не поверите, подхожу к елке, а там крип белый. В диаметре пять десятков сантиметров будет. Друг мой, какой же вы все-таки фантазер, а? Их никак-то. А еще я как-то вскипятил чай в старый кассета. О, а вот это похоже на правду. Я? На правду? Не может быть. Может. И я вам, любезный барон, и вам, дорогие ребята, сейчас это докажу. Газеты у нас под рукой нет, но воспользуемся обыкновенной бумагой для принтера. Прошу убедиться, что это действительно самая обыкновенная бумага. Так. Как видите, она горит. И очень сильно. Ну так вот. Возьмем новый листик. Тот же самый бумаги. Ну, поджигать не будем, потому что мне из нее нужно сделать одну очень интересную вещицу. Вот что у меня получилось. Нечто, напоминающее треуголку барона. Устанавливаем ее на штативе. Наливаем воду. И зажигаем спиртовку. Так. А теперь внимание. Смотрите. Пламя практически лижет бумагу, но она не горит. Волшебство! Что ты? Нет никакого волшебства. Это жизнь, а не сказка. Судите сами. Для того, чтобы бумага загорелась, ее надо нагреть от 170 до 230 градусов Цельсия. Так? Так. Но что получается на деле? Огонь спиртовки нагревает бумагу, но она не успевает разогреться до температуры воспламенения, потому что передает теплоту воде. А передача теплоты непосредственно от одного твердого тела к другому твердому телу или от твердого тела к жидкости или к газу называется теплопроводностью. В воде происходит хорошо знакомая нам конвекция. Теплые и холодные слои перемешиваются. И так происходит до тех пор, пока вся вода не нагреется до 100 градусов по Цельсию. Температуры кипения. Что и произошло. Ну что, Эйнштейн, плеснуть тебе кипятку из бумажной посуды? Причти попробовать. Ну не выдумывай, Эйнштейн. По вкусу вода из бумажной кастрюли ничем не отличается от воды из обыкновенного чайника. Скажи, Эйнштейн, а ты видел когда-нибудь, как ходят фокусники по горящим углям? Нет, это. А как ты думаешь, как им это удается? Ну только не говори мне, что при помощи волшебства. А я не знаю. Вот и Витя Курочкин из города Вятские поляны не знает и просит раскрыть тайну этих фокусников. Дело в том, Витя, что в течение очень небольшого времени человек способен вынести довольно высокие температуры. Между прочим, без всяких последствий для себя, наша кожа выдерживает охлаждение до 0 градусов по Цельсию и нагрев почти до 100 градусов по Цельсию. Вы удивлены? А между тем, 100 градусов по Цельсию – это средняя температура сауны. Ну а теперь, друзья, внимательно смотрим за хождением человека по углям. Обратите, пожалуйста, внимание на угли, которые остаются позади него. Зачем? Объясню. Да уж, выглядит впечатляюще, что и говорить. Но только для человека, далекого от физики. На самом деле, это еще один пример тепловых процессов. И ничего больше. Так, вот нога фокусника опустилась на уголь. И уголь передал тепло от более горячего тела угля, менее горячего – на герб. Но если тепло отдано, значит, сам уголь охладился. Видите, он почернел. Это значит, что температура в нем понизилась до приемлемых для человека величин. Рецепторы нашей кожи устроены таким образом, что воспринимают не истинную температуру предмета, которая была до прикосновения к нему, а ту температуру, которая появилась после прикосновения. Конечно, температура угля опустилась только в поверхностном слой. Внутри уголь по-прежнему очень и очень горячий. Смотрите, как он разгорается и снова приобретает ярко-красный цвет. Но делает он это довольно медленно. Почему? Потому что для хождения по огню фокусники выбирают пористый древесный уголь, который обладает очень низкой теплопроводностью. Попробовали эти фокусники по карамидному углу походить? Увы, но это невозможно. Например, теплопроводность бурого угля в два раза выше, чем древесного. Следовательно, жар изнутри бурого угля доходил бы до него поверхности в два раза быстрее. Я не говорю об антраците, чья без того высокая теплопроводность увеличивается с повышением температуры. А я так восхищался этими фокусниками. Так и продолжай восхищаться, но не их мнимыми способностями, а знанием нашей любимой физики. Скажи, Эйнштейн, а как ты думаешь, какого цвета звезды? Разноцветные, голубые, белые, желтые. Думаю, что и делают из драгоценных камней. Голубую сапфира, белую салмазы, желтую. Стоп, 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 стоп. Ишь, размечтался. А между тем, у нас есть вопрос как раз о звездах. Олеся Пономарёва из Арзамаса пишет. Профессор, говорят, что звезды разного цвета. Но почему? Хороший вопрос. Давайте разберёмся. Но только без фантазий. Для начала вспомним, что нагретые тела излучают, передают тепло путём испускания электромагнитных волн. Теплопередача способом излучения возможно в любом веществе. И даже в вакууме. Самый яркий пример – наше любимое Солнце. И вообще все звёзды. Чем выше температура тела, тем интенсивнее тепловое излучение. Как узнать, какое тело горячее, не прикасаясь к нему? А оказывается, по цвету. При температурах до 600 градусов по Цельсию излучение инфракрасное. То есть его нельзя увидеть, зато можно почувствовать. Когда какое-то тело приобретает большую температуру, что-то около 800 градусов по Цельсию, оно начинает испускать больше энергии. И появляется видимое излучение вишнёво-красного цвета. При температуре тела от 1000 до 2000 градусов по Цельсию возникает излучение оранжевого и жёлтого цвета. Вот как у этого куска железа в руках у кузнеца. На поверхности Солнца температура достигает 6000 градусов по Цельсию. Поэтому излучение становится голубовато-белым. С поверхности Земли наше светило кажется нам белым. Но Солнце сравнительно прохладная звезда. Да-да, есть более горячие звёзды. Их температура от 10 до 15 тысяч градусов по Цельсию. Поэтому их излучение голубого цвета. Вот так-то Эйнштейн. И никаких, друг мой, драгоценных камней. Вот так физика! Ну что, нам пора прощаться с нашими телезрителями. Дорогие друзья, мы ждём ваши вопросы по адресу 109-147. Это индекс. Город Москва. Улица Марксистская. Дом 34. Корпус 7. Телеканал Радость моя. Профессору Кварту. Или на сайте телеканала www.radostmoya.ru До свидания. До новых встреч. Пока. Фух. Эйнштейн, а как думаешь, чем занят наш друг-барон? Как ты думаешь? Давай-ка ему позвоним. Так, это у нас Иванушка? Нет, не пойдёт. Так, это Санчо. Нет, Санчо тоже звонить сегодня не будет. О, барон. Трубку не берёт. Как он там келял? Подчикаем. А-а-а! Я был прав! Так подчикает и не горит! Клянусь своим, триуголка не горит! Интересно, чем он так занят? Как ты думаешь? Скорее всего, проводит всякие разные эксперименты по нагреву воды в бумажной посуде, да? Ладненько. Ну что ж, значит, не зря смотрит наши передачи. Молодец! Вот хвалю я его! Надо ему смс отправить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...